Хорошо, что на территорию СНТ Победы есть несколько въездов, иначе жители бы оказались в изоляции. Прямо посреди дороги неизвестный грузовик сгрузил горы строительного мусора. Свидетелем этого стал сын местной жительницы Людмилы Дмитриевны, но сделать ничего не успел. Все произошло очень быстро. Собаки гавкают, шум и так далее. Но стал смотреть, увидел вот этого КамАЗа, который в спешке все это совершил. Он ехал из Москвы, в Варшавское шоссе и поворот, где светофор. Он там постоял еще, приехал сюда, все это сбросил и уехал в том же направлении. Момент, когда грузовик появился у дороги, попал в поле зрения камер наблюдения пиццерии, расположенной напротив дороги СНТ. Но не за пиццей приехал водитель посреди ночи. К сожалению, на съемке невозможно разглядеть регистрационный номер машины. На кадрах видно, что нарушитель спешил и начал движение с поднятым кузовом. Таким образом, оборвав провода, тянувшиеся вдоль трассы по столбам. Самосвал остановился и, думаю, у надписи Лопатина, вывес, знака, пытался отмотать эти провода, чтобы потом ехать дальше, иначе бы он не уехал. Из-за этого жители ЖК «Государев дом» оказались без интернета и телевидения. Был поврежден магистральный кабель связи нашего информационного партнера МФС «Телеком». В результате чего в жилом комплексе «Государев дом» пропало телевизионное обещание. Благодаря оперативным действиям нашего информационного партнера авария была устранена в кратчайшие сроки и телевизионное обещание установлено в полном объеме. Местных жителей поражает циничность, с которой совершено правонарушение. И это несмотря на то, что санкции по таким инцидентам предусмотрены весьма серьезные. На юрлиц, которые вот этим занимаются, предусмотрена ответственность от 100 до 250 тысяч. Штрафуется машина, отправляется на штрафстоянку. Если докажется то, что грунт такой или вот этот мусор, он ядовит или с какими-то отходами, то это предусмотрена тоже уголовная ответственность. Сотрудники Госаднотехнадзора совместно с экологами и полицией постоянно проводят рейды по выявлению незаконных свалок. Но рисковые нарушители продолжают свое, в буквальном смысле, грязное дело. Такие инциденты на территории Ленинского района происходят постоянно. Вот мы отъехали всего три километра по Расторгуевскому шоссе, позади меня Бутово парк. И здесь, прямо у дороги, находится огромная куча строительного мусора. Когда она здесь появилась? И кто в этом виноват, увы, неизвестно. Сотрудник пиццерии Андрей Беляков, сам местный житель и, сталкиваясь с подобным отношением к природе и людям, не может оставаться равнодушным. 200 метров вперед был организован небольшой съезд в поле. И все высыпалось в поле. Мы сами перекрыли его бетонными плитами, перекопали. Сейчас как бы не прорываются. По факту произошедшего местные жители написали заявление в полицию. Мне вообще хочется, если есть такая возможность, мне обратиться к водителю. Не знаю, что происходит в голове у человека, который это совершил. Но, пожалуйста, задумайтесь. Это может быть и даже началом. Вот он сбросил раз сюда, что ему помешает сделать это в другой раз. С кучами мусора тоже все понятно. Ими займется муниципальная компания «Дорсервис», рабочие которой оперативно отреагировали на произошедшее. Приехали сотрудники «Дорсервиса», осмотрели эти кучи, наверное, оценили, сколько нужно задействовать своих сил для этой уборки. Надеемся, что сегодня уберут. Но это получается, что бизнес этих ребят построен на том, что они все это разбрасывают, а коммунальные службы местные должны это все утилизировать дальше. Сотрудники Госадмотехнадзора обращаются к жителям муниципалитета. Если вы стали свидетелями подобных инцидентов, фиксируйте номер автомобиля нарушителей, сообщайте в соответствующие органы, чтобы виновные обязательно понесли наказание. Максим Козлов, Константин Брылов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Максим Козлов, Константин Брылов, Ольга Садовская.